и ванны вот мало береза вот этот остров я вот на него плавал отсюда далеко же метров 200 в этом году плавал в этом еще не у нас кстати завтра будет забег на волосяную гору там вагончик стоит большой красный на не хочешь посмотреть побегут по умбарской дороге наверх и на гору на вагончик его вертолетом ставили там отдыхают люди с ночевкой там хорошо а чеще собак чеще его забег вот так просто соревнования надо бегут от школах гостиницы на около моста и вперед они не знаю я планирую всем по городу погулять вообще посмотрите по городу погулять на это чудо че за камни но я по интернету смотрел там эти сейды в основном картинки большие камни на маленьких камнях стоят и непонятно но это как бы тоже да там тысячелетние древние но до каменная куча ты с фотографира потом почитаешь все люди сюда идут так такой путь проделывают по всему повережью и здесь и тишина и ветра все загорожено так красотища сюда с палаткой приехать и вообще здорово ух ты вот лабиринт на этом острове вам нравится да здорово а мы что-то привыкли когда они везде есть и саратовской области вот вот так мало березовая вот тут лабиринт вот здесь мы по скалам спускались с тобой вот эта гора барыня дороге креста и где гора барыня на 1 листовая а крестовое то вот это чё за барыня об этом мы проходили скалы который до монастырский наволок а там такая гора то вот это демонстрирует и мы вот эти шли вот тут проходили в мире так куда вас такси довезла но но я отсюда и вот отсюда да вот-вот нанышки для нас гаги на видео серые самошки сам цвете большие ну давай а мы пойдем туда вот лабиринт на этом острове людей возят катера стоит ну ладно располагайся здесь туда будем а это самое так вот на наше место идей на профиль и пошел ну пошли идем еще пойдемте пару анекдотов свежечку скажу посмеешься приходит вот гриб он еще на песке раздевается жена горит ваша тебя на жопе губная промаза пошли здесь он вертик до ногу где сидел понял это песочек у нас туда сейчас отлив начинается час ноль будет отлив и что ли оттуда сюда какой-то чудак древности а делать ничего выкладывал камушки я остался на всю жизнь и придумают всякие истории но все-таки интересно это людей привлекает как озеро в Лох-Нессе у нас видишь чем хорошо у нас природа действенная не испорченная цивилизацией я говорил километра полтора я просто шел вперед по сторонам не смотрел грибов не видел мастята растут попадаются б не переживай понедельник пойду наберу тебе сколько хочешь уже приехали до ну как загорели ну ладно отдыхай я как появлюсь тебе позвоню давай не болтай не болтай о 14 сфотографиров будет тысячелетие до нашей эры нифига себе это памятник но это недавно поставили ну это понятно что не да ну конечно летучи не будет такого не было это просто и идемте вот сюда а там еще что-то есть да вот эти ромы посмотрите маленькие пирамидки из камеры сложные а вас как зовут Владимир Аваз Олег если можно я там видео с вами размещу у себя ради бога нет там клышко если набрать то увидите хорошо хорошо а здесь можно поснимать это просто люди сложили да люди сложили просто полярных зорьк тоже видел в парке такие скульптуры вот тренажер вот снимай здесь вид это все залив еще это все залив 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 вот это остров малый березовый почему березовый там же берез нет так назвали малый березовый и вот это простор с ними вот это весь закрылый да красота вот это берег красиво да да очень вот именно летом здесь хорошо морской воздух свежий хороший а когда полный прилив это вот эта вот лагуна затапливает уже не пройти будет вот это вот вот это все вводишь да ого смотрю тоже люди там камни выкладывают ну да модуль что здесь какая то ну привыкли да наконец я добрался до этого лабиринта думал не дойду но встретил добрых людей которые показали мне как идти куда идти и почему идти и почему идти да Володя ну вот цепи смотри сделал сфотографируем да снимай а что вы говорите ходит по нему да желание задумывает и вот охурец и чтоб выход найти а то есть желанием да если найдешь выход да да такой просто здесь это кажется просто по-быстрому сейчас то есть надо там выйти да 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 почему ну вот вот круги по нарезаешь у всех желание исполняется тупиков здесь нет переделали что до этого лабиринта древним которым сделан до тысячи лет до нашего века до нашей эры ну сами все видели если бы не Володя с Леной то я бы не дошел я уже назад хотел вернуться посвечал их и они меня проводили до этого лабиринта природа здесь обалденная сами все видите ну и люди на лодку к этому лабиринту приезжают как памятник культуры и пешком ходят ну и как Володя сказал люди верят что если в лабиринте пройдешь с желанием то оно исполнится я не сувенир я не сувеверен не особо эти приметы верю у меня там Артем остался я ему сказал я ему сказал что мне Артем там ждет я ему сказал что через 40 минут подойду но по-моему уже прошло более двух часов и сейчас неизвестно дождется он у меня или или пошел поискать меня или поехал домой обратно так что так вот сейчас еще час потрачу пока дойду до монастырского валока откуда я начал свой путь походу я заблудился чуть не могу найти тропу но вот нашел такой вид на указателе написано глянь какая высота здесь куда я идти блин я не понимаю вот 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 вернемся к указателям я немного заблудился ушел вниз потерял знак тропы сделал несколько кругов вниз вверх хорошо слышал голоса там ребята молодые проходили вот наткнулся на этот указатель теперь надеюсь все не собрись выйду на дорогу к этому точке начала моего маршрута сто лет не лазил да десять по горам только лазил и все все мечтал побывать на горах чтобы рядом море было и вот она мечта существует горе-море горе горы-море в общем все отлично в общем мечты рано или поздно сбываются так что надо верить и мечтать и жить всегда с мечтами которые сбудутся и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok